для вас очень полезно, а именно я хочу поговорить с вами о системе работы и продвижения личного бренда. Все, что касается личного бренда, это все мне близко и хочется по максимуму раскрыть сегодняшнюю нашу тему, чтобы вы взяли все самое полезное. Давайте тогда начнем. Сначала хочу рассказать историю до Арифлейм. Вот вы видите мой коллаж. Знаете, я развивала активно свой бизнес в компании Арифлейм, живя в Алмате, и до компании Арифлейм три года я сидела дома, можно сказать, деградировалась, не было личностного развития, я была постоянно в поиске работы. Я уверена, многие знают мою историю успеха, и в поиске личностного развития искала разную работу, и недалеко от моего дома открылся детский подготовительный центр, я устроилась психологом, была очень рада, но к концу месяца, когда я видела свой оклад, конечно, меня это очень сильно разочаровывало. Я понимала, что я не хочу работать на кого-то, на того человека, у кого есть мечты, он успешно реализовывает эти мечты, да, а я, получается, на него работаю с утра до вечера и получаю какие-то копейки. Меня это, конечно, очень тревожило, мне это не нравилось, хотя я устроилась на работу чисто, чтобы личностно развиваться, чтобы дома не сидеть, не деградироваться, но и в то же время я понимала, что каждой женщине хочется, я уверена, каждой женщине хочется стать независимой. И меня не устраивала моя зарплата, и в один день я была добавлена в чат, где все лидеры компании Арифлейм из нашего проекта, и я видела, что люди скидывают, мой спонсор Мадина Магомадова скидывает видеоролики, сообщения, аудиоголосовые сообщения с Египта, с менеджерской конференции. Меня это очень сильно замотивировало, я заинтересовалась, хорошо, я понимала, что здесь можно, я понимала, что здесь можно зарабатывать деньги, получать премию, но я не понимала, что компания устраивает такие масштабные мероприятия своим сотрудникам, я была просто удивлена. Я говорю, Мадин, регистрируй, я хочу попробовать, и так я попала в нашу дружную, большую семью, в семью, в компанию Арифлейм. Ну, почему я в Арифлейм? Да, это очень такой, на самом деле, очень важный для меня момент, потому что я, первая, я прошла за общением, первая, я прошла за общением, я хотела найти тех друзей, с кем я буду общаться, своих единомышленников. Жила я всю жизнь в России, переехала в Казахстан, родственники, мои друзья все жили в России, и, конечно, мне не хватало вот этого общения, именно дружеского общения. Здесь я это нашла. Это моя команда, мои единомышленники, большие молодцы, которые я знаю, я их искренне люблю, я знаю, что это все взаимно. Дальше это, конечно, путешествие. Сбылась моя мечта, квалифицировалась на менеджерскую конференцию в Сочи, была в Сочи с моими девочками, очень хорошо отдохнули, огромное спасибо компании, основателям компании, организаторам, что вот так на высшем уровне провели менеджерскую конференцию. Это первое путешествие с компанией, оно просто незабываемое. Это нужно увидеть, и нам нужно обязательно большой организацией посетить Болгарию, обязательно. Дальше это, конечно, мои мечты. У каждого человека есть мечты, у каждого, но не каждый смеливается их озвучить. Я такой человек, и в команде у меня такие люди, которые умеют озвучивать свои мечты, и они грандиозные, они не маленькие. И каждый человек, я уверена, присоединяется в нашу компанию, чтобы их реализовывать. Ребят, если вы находитесь сегодня в вебинарной комнате, если вы сегодня посетили этот вебинар, поверьте мне, вы избранные люди. Вы, именно вы избранные люди, потому что вы не боитесь мечтать. Вы мечтаете масштабно, вы пришли в этот бизнес, чтобы их реализовать, и у вас, дай бог, все получится. Следующее это цели. Цели, конечно, были большие, цели были грандиозные, поэтому я понимала, что госработа мне не даст того, что я хочу. О чем я мечтаю? Я понимала, и в то же время, чтобы построить традиционный бизнес, мне нужно очень много вкладывать, и в то же время это очень рискованно. Я сам такой человек, который не люблю рисковать, это для меня чуждое, мне это не нравится. И я себе всегда задавала вопрос, хорошо, Ирсана, хорошо, не могу я построить этот традиционный бизнес, потому что большой риск. Не хочу я работать на госработе, на кого-то, у кого есть эти мечты, и просветить свою жизнь для чужого человека, для чужой работы. Так что дальше? Что дальше? Что мне делать дальше? Ребята, я уверена, каждый из вас задает себе этот вопрос. И это очень важно, потому что именно этот вопрос не дает нам расслабиться. Так, без риска и влиять на свой доход, чем больше мы работаем, тем больше мы можем повлиять за свой доход. Понимаете? Это, конечно, сетевой маркетинг. Это компания Reflame, стабильная компания. Дальше это самореализация и независимость. Да, независимость я достигла в этой компании. Это, конечно, девушка из Северного Кавказа, которая, знаете, никогда даже не то, что не смела мечтать о таком, о таких результатах, я бы не сказала так, но немного боялась, да, вообще даже проговаривать вслух о независимости. Но мы успешно этого добиваемся, мы покоряем нашу лестницу успеха и к нам присоединяются наши единомышленники. Это, конечно, радует. Спасибо, спасибо, ребят, очень приятно. Так, давайте поговорим о системе работы. Конечно, в первую очередь, это систематичность. Просто мы делаем каждый день одни и те же действия. Сегодня мы проделали работу на отлично, наша задача завтра же проделать эту работу на отлично. Первое – это рекрутирование. Первое – это рекрутирование. Мы в основном рекрутируем в Инстаграме, мы зовем людей на личный бренд. Чуть дальше я поподробнее расскажу о пункте рекрутирования, потому что это тоже очень важный момент. Дальше – сопровождение. Что касается сопровождения, в WhatsApp у нас есть чаты, есть чат, куда лично мой чат, куда я добавляю всю свою структуру. Но, как вы знаете, в WhatsApp можно добавить 200 с чем-то человек максимум. Поэтому, как в моей структуре кто-то выходит на уровень старшего менеджера, я вижу, что в его структуре есть несколько бизнес-партнеров, он от меня отсоединяется. То есть, этот человек, мой бизнес-партнер, удаляет всю свою команду и начинает активно развивать свой чат, именно в WhatsApp. Сам директор остается в моем чате, чтобы он мог наблюдать, смотреть, как я информирую, сопровождаю свою персональную группу. Это очень важный момент, потому что таким образом каждый старший менеджер развивает свои лидерские качества. Я вам скажу даже больше. Когда мои директора отсоединились, 6 директоров от меня отсоединились, и каждый начал развивать свой чат, удалили свою команду. Они лично сидели в моем чате. Один директор остался. Один директор остался, потому что у него в команде не было таких сильных бизнес-партнеров, и он остался, начал наблюдать. И у меня в чате места тоже было достаточно для персональной группы. И как вы думаете, персональная группа растет, я добавляю новых людей, и мой директор должен уже отсоединить свою команду из моего чата. Конечно, это было для каждого старшего менеджера, это можно сказать, такой переломный момент. И он отсоединил, и через некоторое время он мне говорит, Ирсана, спасибо тебе большое за этот метод. Знаешь, когда мои люди, моя команда была у тебя в чате, и я видела, что ты скидываешь важную, нужную информацию, и также другие наши бизнес-партнеры дежурные, я понимала, что они получат ту дозу информации, которая им необходима. И я была спокойна. И можно сказать, периодами я расслаблялась, зная, что мой спонсор и также дежурные чата точно активно, хорошо сопровождают мою организацию. Ну, как люди вышли из моего чата, они активно включились, мой старший менеджер включился, начал раскрывать новый свой потенциал, лидерские качества. Я вам скажу, эта ветка у меня выходит самая первая на уровень 22% в первую неделю каталога. Понимаете, да? То есть очень важно, чтобы каждый старший менеджер взял на себя обязательства, активно начал раскручивать именно свой чат. Дальше. Это касаемо WhatsApp-чатов. Также есть чат, где чисто ключевые партнеры из персональной группы, туда, да, туда мы скидываем, знаете, туда мы скидываем, можно, мы общаемся. Каждый бизнес-партнер скидывает, с какими возражениями он сталкивается. Не каждого мы туда добавляем, только те, у кого 3 квалифицированных рекрута и лично заказ на 150 балл бонуса, также обучаются. То есть выполняют все правила нашей компании. Мы его добавляем в этот чат, и он должен, он скидывает каждый раз, с какими возражениями он сталкивается, мы делимся, я даю какие-то советы, мы с этими возражениями справляемся вместе, это тоже дает очень такой хороший результат. Так, ну, еще есть чат, куда мы добавляем бизнес-партнеров, туда только скидывают отчеты о проделанной работе. Также есть правила, по этим правилам мы добавляем бизнес-партнеров, если подряд 3 дня человек не скидывает отчет о проделанной работе, мы переходим, каждый директор следит за своей персональной группой, директор переходит в личку своему партнеру и выявляет причину, почему нет отчета, почему нет, почему человек расслабился. Вот, выявляет причину, если видит, что никакой причины нет, следующее правило удаление из чата, и чтобы его не удалили из чата в отчетах, каждый бизнес-партнер заново включается в бизнес, зная, что этот чат ему же необходим. И также я хочу сказать, отметить, что есть, как мы создали вот именно чат-отчеты, очень много старших менеджеров у нас, очень много бизнес-партнеров открыли звание старшего менеджера, и именно эти люди благодарны были организаторам этого чата. Так, следующее, это Телеграм. Телеграм у нас есть, мы как раз переходим потихоньку в Телеграм, потому что чаты растут, персональная группа растет. В Телеграм у нас есть продуктовый чат, куда мы скидываем важную, нужную информацию о продукции, делаем мы акцент на серию Wellness, также на серию Novage и Ecologen. И новичок, после того, как добавили в этот чат, видя, что сколько живых отзывов, мини-роликов, которые, что именно заказал каждый консультант, ролики продукции, отзывы живые, он включается, все это вкусно мы ему преподносим, он входит в наше сообщество и тоже начинает делать свой личный товарооборот. Дальше, это вебинары. Каждый день у нас проводятся три раза вебинары. Вечером 21.00 выступают лидеры с уровня золотого директора. Каждый понедельник у нас бывает планерка для всей команды. Я сама лично провожу эту планерку, это такой старт, мотивация, чтобы после выходных, чтобы наша команда активизировалась, активно начала рекрутировать. Тоже помогает в понедельник, каждый понедельник. И также в 20.00 мы проводим презентацию бизнеса, презентацию бизнеса нашего проекта. Приглашаем на эту презентацию всех новичков, кто еще не зарегистрирован в компании. Выступает уже, спикерами являются с уровня директора. Также сайт, это Just Click, рассылка урока. 8 уроков должен каждый новичок пройти. И после каждого прохождения урока обязательно скинуть отчет, именно что он понял, и ответить на ряд вопросов своему спонсору, кто его сопровождает. Дальше, это офлайн-встречи. Каждый каталог, в конце каталога мы устраиваем офлайн-встречи. Это сплачивает, это заряжает. Мы поздравляем новых уровней, новых званий, дарим податки, мотивации, информации. То есть очень важно офлайн тоже встречаться. Мы, конечно, многие перешли в онлайн, но офлайн-встречи никто не отменял. И, конечно, индивидуальное планирование результата с каждым бизнес-партнером. Ребят, это очень важный пункт. Знаете, бывает так, что мы находим в каждой нашей ветке несколько структур и несколько бизнес-партнеров и стараемся на всех уделить время. Бывает тяжело. На самом деле мы не справляемся, если вы уже на высоком звании, команда большая, на высоком уровне. И я вам даю такой совет. Возьмите самого активного, кто говорит не просто «я хочу», а того человека, кто на деле показывает, кто показывает результаты, кто показывает свои рекруты. Возьмите этого человека. Каждый день будьте на связи с этим человеком. Каждый день с этим человеком общайтесь. И каждый день напоминайте ему о его цели, что он должен именно в этом каталоге открыть этот уровень. Он должен в этом каталоге открыть старшего менеджера. И до старшего менеджера сопровождайте. Поверьте мне, с таким темпом вы откроете намного быстрее новые звания. Так, это следующая, это команда единомышленников, это мои лидеры, мои генералы. Я их очень искренне люблю, потому что это люди, которые изменили свою жизнь в лучшую сторону, люди, которые присоединились, пошли за мной. Скажу, что у меня сейчас 12 веток, 7 директорских структур, скоро, дай Бог, открываем новое звание. И также хочу поздравить своего нового старшего менеджера, 62-го каталога, ее зовут Шахабаева Бота. Шахабаева Бота, она из Казахстана, моя международная ветка, большая, молодец, потому что это человек, который сам лично сопровождает свою команду, взял свои руки, именно свои руки, взяла свой бизнес, активно рекрутирует и заняла четвертое место по рекрутингу в Казахстане. Для меня это большая честь. И также я хочу отметить, что это человек, который мне ни разу не сказал, Ирсана, у меня не получается, Ирсана, у меня нет регистрации, Ирсана, мне плохо или я хочу уйти. Ни разу за все это время этих слов я не услышала от этого лидера. Большая молодец, Бот, я тебя искренне поздравляю. И, конечно, хочу также поздравить свою Шукранжу Браилову, которая закрыла звание золотого директора, чуть не проговорила, Бриллиантова, к счастью, да, дай Бог, чтобы скоро и Бриллиант был. Это моя первая регистрация, мой первый бизнес-партнер. Я очень рада, что такие лидеры есть в нашей компании. Так, давайте пойдем дальше. Вот личный бренд, именно касаемо рекрутинга. Смотрите, ребят, люди идут на человека, на личность, на путешествия, на красиво оформленный аккаунт в соцсетях, на раскрученный YouTube канал, на команду, на ваши оффлайн-встречи, выступления. И я вам скажу, что, знаете, самый акцент я сделаю на то, что люди идут сейчас очень хорошо на раскрученный аккаунт и также на YouTube канал. Очень много регистраций у меня и также у моих лидеров с YouTube канала. Люди заходят, видя ваши результаты в соцсетях, они по-любому найдут вас в YouTube, посмотрят ваши записи вебинаров, переходят, найдут вас в соцсетях, напишут уже в директ и будут в вашей команде. Очень много людей, которые пришли через YouTube, и они стали именно бизнес-партнерами, обученные, которые прошли все уроки, все записи вебинаров, уже обученные консультанты. Так, вот новые и старые фишки в Instagram. Смотрите, самое главное, вы должны оформить шапку в Instagram, именно рассказать немного о себе. То есть обязательно должны быть ваши данные, инициалы, фамилии, имя, также чем вы занимаетесь, может быть, ваше хобби, может быть, вы умеете, вы путешествуете, ваш семейный статус и куда вы приглашаете. Дальше это публикации, обязательно хорошего качества. Командные, побольше личных фотографий, это раскрутка вашего личного бренда. И также, таким образом, вы укрепляете доверие, доверие людей. Это десертные ссылы, вот так я написала в Pinterest. Кто не знает, есть такая программа, называется Pinterest. Там очень много десертных фотографий, красивые цветочки, красивые десерты, блюда. Можете копировать, добавить в себе в Instagram и обязательно подписать соответствующие фотографии. У вас должен быть пост. Не просто так добавили там вкусный десерт и пишите, успех там зависит только от нас и так далее, что-то мотивационное. Нет, а именно зависящие, точнее, соответствующие вашей фотографии должен быть пост. Дальше. Кстати, вот такие на десертные фотографии очень активно подписываются люди. Интересные посты. То, что вам нравится от души. Вот то, что вам нравится. Не то, что там афоризмы какие-то, цитаты. Вот то, что вам нравится. О чем вы думаете? На такие посты люди тоже так же активно подписываются. Массовый рекрутик с двух страниц. Мы рекрутируем с двух страниц, но не все могут с каждой страницы делать около 2000 подписок. У меня это получается, но не у всех получается сделать около 2000. Вот. 4000 подписок у вас должно быть в день. Минимум 4000 подписок. Если я вижу, что консультант активно, хорошо справляется рекрутировать с двух страниц, я ему даю задание начать открывать третью страницу и также рекрутировать с третьей страницы, с третьего аккаунта. Дальше это хэштеги, местонахождение. Это мои истории. Очень важно снимать мои истории, чтобы вы были в центре, чтобы ваши подписчики видели вас наверху в колонке и перешли к вам. Просто из-за любопытства. Дальше это прямой эфир. Поставьте плюсики, если есть здесь люди, которые уже начали вести прямые эфиры, тоже результат есть. Да, есть такие, да, молодцы. Результат есть. Вы лучше проводите прямые эфиры 21.00 или 22.00 в вечернее время. Больше людей подключаются. Очень много вопросов будет. И также сначала добавьте пост. Сначала добавьте пост на свою страницу, что вы вот в это время проведете прямой эфир. Ответите на все вопросы, которые интересуют ваших подписчиков. Они увидят ваш пост и будут ждать, когда вы включитесь. Вот как вы проведете прямой эфир, у вас будет очень много вопросов, к вам будут очень много вопросов. И также будут оставлять заявки к вам в директ. Тоже такой эффективный метод. Дальше это взаимная прокачка. Взаимная прокачка тоже очень важный момент, ребят. Если люди заходят на вашу страницу и видят, что под вашими фотографиями вообще нет комментов, то мало кто будет интересоваться вашим бизнесом. Вы копируете ссылку с фотографии, да, добавляете в чат и пишете. Взаимная прокачка. Люди проходят по ссылке, оставляют комменты. Дальше переходите к этим людям, своим консультантам, новичкам. Вы под них тоже оставляете комменты. То есть вот это и есть взаимная прокачка. Самое главное, будьте интересны, успешны. Сделайте свою страницу яркой. Это самое главное. Если вам нравится ваша страница больше, чем страница вашего лидера, непосредственного спонсора, вышестоящего спонсора, поверьте, значит все отлично. Значит вы делаете все правильно. И также я хочу сказать, в инстаграме есть такая аудитория больше, да, которые любят наблюдать за теми людьми, кто живет успешно, живет, я бы сказала, богато, успешно, красиво, да. Вот люди активно подписываются именно на эти аккаунты. Сейчас, смотрите, ваша задача, чтобы ваша страница была очень вкусно и богато оформлена, чтобы ваши фотографии были насыщенные, чтобы люди, смотря на ваш аккаунт, видели вас как успешного лидера. Даже если вы на уровне 3%, или даже если вы новичок, поверьте мне, ваших же интересов, и вы также сможете раскрутить таким образом свою страницу. Это не тяжело. Так, давайте пойдем дальше. Меня вот поздравляют с уровнем закрытия бриллиантового директора. Я хочу тоже также с вами поделиться, что я получила в компании Reflame, какие мечты мои реализовались. Три года меня приглашали в этот бизнес, ребят, три года, за три года в моей жизни ничего не изменилось. Год я в компании, что я получила. Первое, это, конечно, я квалифицировалась в Японию за счет компании. Это наша бриллиантовая конференция, чему я очень рада. Я мечтала, очень мечтала посетить Токио. И вот так мечты сбываются. Дальше это получаю чек, единовременную премию, 6 тысяч долларов. Дальше это участвую в автомобильной программе за рулем мечты. Вот как раз на выбор автомобиль премиум класса. Не знаю именно, какую марку выбрать, но мы пока думаем. Еще пока не решили. Вот, ну, наверное, наверное, открою такой секрет, наверное, Мерседес. Мы точно пока не знаем. Вот, и также хочу добавить, что в этом месяце покупаю в квартиру, большую квартиру в новостройках в центре города, в Грозном. Также скажу, что самое главное, наверное, это, самое главное, наверное, чего я достигла в этом бизнесе, это команда моя, это мои единомышленники, это мои лидеры, которые, которые искренне радуются не только моим успехам, но также искренне радуются успехам своих коллег. Это искренне радует, и мы понимаем, что только в нашем бизнесе это возможно. Меня мотивирует, конечно, в первую очередь моя команда, и видите, вот тут коллаж, здесь поздравление, я сделала скрин, поздравление тех, поздравление моей команды. И вот вы видите шикарный букет, красные розы, самые мои любимые цветы от Краснодарского филиала, неожиданно для меня, я вам скажу, звонок у дверь, открывая курьерская доставка, шикарный букет, и там такая открыточка. Я вместе с командой открыла, посмотрела, от кого такой шикарный букет, это, конечно, от нашего Краснодарского филиала. Огромное спасибо вам, Оксана Ганюшкина, вам огромное спасибо за ваше такое плотное сопровождение, мы вас искренне любим, и мы рады, что вы у нас есть. Ребят, я хочу сказать, знаете, напоследок я хочу дать такой совет, обычно считают, что успех приходит к тем, кто рано встает, да, я бы сказала бы так, успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении. Знаете, трудности бывают в любом бизнесе, нерешенные задачи тоже бывают в любом бизнесе, самое главное это верить в себя, самое главное настроить себя именно на позитивное мышление, будьте оптимистами. Я вам скажу, что даже на таком уровне у меня тоже бывают отказы, и немало, и также эти отказы бывают и других лидеров, и это нормально. Поверьте, что они отказывают не вам, они отказывают в себе, они отказывают своим возможностям, и в то же время я хочу сказать, они еще не созрели для вашего бизнеса. Но поверьте мне, если вы будете активно рекрутировать, если вы будете вкусно, красиво, грамотно оформлять свои страницы в соцсетях, они будут за вами наблюдать. И эти же люди присоединятся в нашу команду, в вашу команду, может быть не сейчас, может быть потом, но они будут с вами. Миллионы людей в поиске дополнительного основного дохода, очень много мамочек в декрете, которые хотят себя реализовать в стабильном бизнесе. И поверьте мне, с каждым разом мы будем только, дай бог, только расти. И наша компания самая стабильная, потому что нестабильные компании 50 лет не живут. Мы в лучшей компании, мы в лучшей команде. И самое главное, ребят, что мы большая дружная семья. Верьте в себя, у вас все получится. Спасибо большое. У меня на этом все. Спасибо огромное. Очень приятно было читать ваши отзывы, читать ваши комменты, мой адрес. Все, я отключаюсь. Спасибо. 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 Спасибо.